Собственно, мы в очень правильном, подходящем месте сделали перерыв. Сейчас я хочу показать вам одно из самых новых, интересных и важных. Собственно, сейчас уже тот момент, когда своеобразный взрыв использования технологии, этого подхода произошел, но мы начали пользоваться этим. В 2008 году мы говорим о контенте, сгенерированном, созданном пользователями. Что очень важно и интересно в связи с интернетом, в отличие от всех остальных способов коммуникации, с которыми мы работали до этого, интернет, он двухсторонний, то есть мы можем общаться, информация может идти в двух направлениях. Мы можем сейчас не только вещать и доносить какую-то информацию однонаправленно до аудитории, мы сейчас можем к ним прислушиваться и узнавать о их мнении. У «Нью-Йорк Таймс» есть определенный традиционный способ, которым они пользовались уже в течение многих десятилетий. У нас есть отдельный формальный отдел, прошу прощения за повторение, который проводит опросы, научно обоснованные опросы. Собственно, они так серьезно относятся к тому, что они делают и используют очень серьезные научные различного рода выкладки. И в результате мы не имеем возможности, нам, собственно, запрещено проводить даже самые простые, неформальные опросы. Но мы иногда все-таки хотим понять, что происходит с аудиторией, мы хотим дать возможность аудитории, получить возможность услышать нашу аудиторию, правильно сказать. И то, что вы сейчас видите, это очень ранний пример, пример с 2008 года, когда мы попытались дать возможность нашим слушателям сообщить нам, поделиться с нами своими чувствами по поводу выборов президента Обамы. Собственно, ничего в день выборов не происходит, кроме того, что люди идут и голосуют. И мы пытались придумать, что же можно разместить на веб-сайте в течение тех долгих часов, пока мы все ждали результатов голосования. Это один эксперимент, который мы считаем очень успешным. Мы его назвали поездом из слов, словесным поездом. Собственно, вот он здесь представлен. Мы задали вопрос читателям, какое одно слово описывает ваше текущее настроение. И мы, собственно, задали им вопрос, поддерживают ли они, голосовали ли они за Обаму. Это голубым цветом их ответы. И красным цветом ответы тех, кто голосовал за Маккейна. И люди приходили на эту страницу, если со словом конкретным они соглашались, они могли на него кликнуть. И всего могли кликнуть на одно слово, то есть один голос в Маккейна. Собственно, то, что вы видите, это уже вторая часть дня, когда стало очевидно, что Обама выиграет. И большинство людей, поддерживавших Обаму, сказали, что они были вдохновлены. И большинство тех, кто поддерживали Маккейна, говорили о том, что они переживают. Да, я сейчас прочитаю некоторые другие слова. Значит, голубым они были вдохновлены, обнадежены, они праздновали. Прошу прощения, прилагательные, не могу придумать. Были в эйфории, у них было много энергии, они были благодарны, патриотичны. Собственно, это была уникальная история, которую только мы сделали. И благодаря ей наш экспсайд, конечно, очень выделялся во время дня выборов. Перематываем время вперед на три месяца. Это день инаугурации президента Обамы. И это был очень особенный день в истории нашей страны. Люди чувствовали, что что-то новое и необычное происходит. И мы попросили наших читателей отправить нам фотографии, вне зависимости от того, где они находятся в этот день, чтобы показать нам, как они празднуют, как отмечают этот день. Были сотни фотографий, нам высланы. И это наш первый фотографический проект, в котором мы использовали фотографии, присланные читателям. Это был эксперимент, который мы развили, и он сейчас эволюционировал очень по-разному. Один из самых наших больших экспериментов, это был проект, который называется «Момент времени», «Секунда времени», можно перевести. Мы попросили людей из вокруг мира, чтобы нам отправить фотографию, вне зависимости от того, в один момент, в один день. Я думаю, это было в сентябре. И мы попросили наших читателей отправить нам фотографию одного момента, одного конкретного дня. Мне кажется, что это было в воскресенье, вторая половина дня. Вот это три наши фотографии, которые были присланы из Москвы. Собственно, со всего мира мы получили просто невероятные фотографии. Эти фотографии на нас, фотографии, присланные читателями, и произвели на нас очень сильное впечатление. Можно было здесь проводить поиск по ряду слов. Собственно, вот все фотографии, для которых ключевым словом было искусство и развлечение. Мы получали очень разные вещи от наших читателей, разных фотографий. Некоторые невероятно красивые просто. И что мы узнали из этого проекта, это если вы предложите вашим читателям какое-то интересное творческое задание, их реакция, то, что они вам пришлют в ответ, это будет очень интересно. И, собственно, сейчас, когда мы в новостной службе обсуждаем какой-то фотографический проект, мы задаем дополнительный вопрос о том, каким образом можно сделать частью этого проекта что-то интересное, что-то, что пришлют нам наши читатели. И есть новый веб-сайт, который называется Pictory. Мне кажется, что они очень хорошо это делают. Это один проект, который они сделали с Национальной общественной радио в США, где они попросили людям, чтобы им отправить фотографии от локальных легендов. Это один проект, который они сделали в сотрудничестве с НПР, Национальное общественное радио США, где они попросили читателей и зрителей прислать им фотографии местных легенд, каких-то людей, которые очень известны в разных местах. И лошадей. They got so many beautiful pictures, but a lot of it has to do with giving people a really specific assignment. И мы в ответ получили просто много чудесных фотографий, и мы считаем, что это связано с тем, что мы сформулировали очень четко задание. Мне кажется, что это очень успешный проект, он называется Pictory. И еще один пример, каким образом журналисты могут пользоваться тем контентом, который производят пользователи. Это пример из работы Washington Post. Это достаточно необычная, непривычная история о женщине, которая родила ребенка. Ее звали Шейна Суэрс. Ей было 35 лет, она была замужем, и все о своей жизни. Она очень много писала в Фейсбуке о том, что с ней происходит. Очень грустно, но после рождения ребенка у нее развилось очень сложное состояние, сложное с точки зрения проблем со здоровьем. В конечном итоге это ее убило. И, собственно, как была рассказана эта история, репортер взял то, что Шейна размещала в Фейсбуке и добавил свои пояснения. Вот то, что в оранжевых рамочках, это то, что написал репортер. И таким же образом, как цифровые технологии делают, упрощают для наших читателей процесс подачи к нам материала. И подобным образом люди сейчас документируют свои жизни таким образом, что появляется возможность у журналистов обратиться к этим историям и добавить к ним контекст. Собственно, и таким образом рассказать историю с использованием материалов, собственно, рассказанных, предоставленных самим героям. Очень отличающийся пример. И, собственно, это касается не столько того, каким образом мы используем те материалы, которые подают наши читатели, но то с тем, каким образом мы думаем об использовании нашего контента пользователями-читателями. Все знают историю о чилийских шахтерах, которых спасли из шахты под землей? Все знают? Окей. Собственно, что происходило в большинстве информационных источников, каждый час менялся первый параграф, первый абзац, и число спасенных шахтеров там просто изменялось, увеличивалось. Собственно, часть моей должностных обязанностей — это продумывать то, что нужно людям, когда они сидят в течение своего рабочего дня за компьютером. Я знала, что многие будут следить за историей, смотря телевизор. И зачем они вдруг будут читать об этой истории на сайте Нью-Йорк Таймс, когда информация будет транслироваться по Си-Ин-Эм? И тогда я подумала о том, что, собственно, большинство наших читателей сейчас находится на работе. И, собственно, о нем, конечно, не хочется, чтобы начальник узнал, что они не так внимательно работают. Одновременно просматривают, следят за развитием какой-то новости. Собственно, что мы сделали? Мы создали вот эту очень простую страничку. Собственно, мы разместили там фотографии всех шахтеров. И мы поделили их на две категории, тех, кого уже спасли, и тех, кто еще находится под землей. И, собственно, в течение 48 часов у нас несколько человек, вот их имена перечислены здесь в нижней строчке, они работали с этим проектом. И каждый раз, когда кого-то очередного, какого-то очередного шахтера спасали, они перемещали фотографию из нижней части в верхнюю, собственно, из неспасенных в спасенные. Фотография сама заменялась, и когда пользователь кликает на фотографию, там появляется история этого человека. Это было очень популярно. Собственно, наши читатели сказали нам, что им это очень понравилось, потому что, собственно, они могли держать эту страницу открытой у себя в браузере и, собственно, прятать ее за свои рабочие какие-то файлы и периодически на нее выходить, чтобы посмотреть, что происходит. Что, конечно, очень сильно отличается, сам подход к этому оформлению, чем просто менять первый абзац статьи. И, собственно, следующий проект, который я хочу показать, это проект, который называется «Год на войне». Это был очень сложный проект, который разворачивался, происходил в течение года. Репортер и фотограф, они находились вместе с батальоном солдат американских в Афганистане. В этом проекте было много разных компонентов. Было видео. Были дневниковые записи самих солдат. Мы попросили других солдат, которые в это время находились в Афганистане, присылать свои истории. И можно было следить за опытом, за жизнью, собственно, этих солдат в течение всего года. Мы также немного по-разному экспериментировали с этим проектом. И я не покажу вам обычные видео, они очень красивые, но очень традиционные. Вместо этого я покажу два момента, два отрывка, которые стали самыми большими экспериментами в рамках этой серии. Собственно, первый эксперимент, это мы вместе с солдатом отправляемся в бой. И после того, как был установлен достаточный уровень доверия между продюсером и солдатами, один из солдат согласился пойти на задание, закрепленный на шлеме, на каске, извините, камерой закрепленной. А, собственно, да, я сейчас вводная прочитаю к этой истории. Сержант Майкл Кленн рассказывает нам о миссии в Харути, Афганистан, показывая видео, записанное на камере, прикрепленные в каске. В декабре 2010 года солдаты роты Альфа 1-го батальона 87-й пехотной бригады отправились в деревню Харути на севере Афганистана, чтобы обыскать дом на предмет наличия оружия. Когда они шли... А, да, то есть мы увидим сейчас отрывки. Это увидим. У нас было человек 40, и мы шли двумя большими группами. Мы получили местную информацию от источников, от местных источников, что находятся где-то участники движения Талибан. Когда рядом с тобой просвистит первая пуля, ты не думаешь, что полагаешься на часы, на долгие часы тренировки. А вторая огневая группа попала под более интенсивный огонь, поэтому мы решили атаковать, чтобы им помочь. ГОВОРАТФИ tank Кэмон собори house, я не Kayla! Готых!.. Готых угловил� Это был очень уникальный, собственно, продукт. Я не думаю, что у кого-то из других новостных организаций в США есть подобные продукты. И, собственно, в принципе, это можно рассматривать как очень хороший пример того, что в целом люди намного более комфортно себя чувствуют вообще с записью и записывающим оборудованием. И если мы, являясь представителями журналистской профессии, будем игнорировать те истории, которые журналисты рассказывают о себе, будь то на Facebook или какими-то другими способами, мы игнорируем часть реальности. Еще один отрывок из вот этого проекта «Год на войне», который я хочу показать, он является гораздо более экспериментальным. Для этого проекта мы отправили нашего самого лучшего фотографа, человека, которого зовут Дэвид Уинтер, в Афганистан. Два года назад он получил Пуллицеровскую премию. И вот, собственно, впервые мы дали ему видеокамеру. И он вернулся и привез такие невероятные образы, они похожи на фотографии, которые движутся. И, собственно, какая-то часть меня думает, считает, что вот такие образы, они могут стать, собственно, представлять собой будущие фотографии. Это, собственно, не повествование, это не история, они ничего не дают, кроме визуальной информации. Но они одновременно и красивые, и что-то нам говорят, рассказывают, показывают о месте. И вот он привез их обратно, и мы не очень знали, что же с ним такое делать. Но я могу представить себе недалекое будущее, когда люди будут читать газеты, используя лэптопы, ой, извините, компьютеры переносные, и ноутбуки, и айпады. Где можно будет кликнуть на любую фотографию и увидеть, как она развивается и двигается. Вот это похоже, конечно, на фотографию, но видно, что трава двигается. Мне кажется, что это очень круто. Не знаю, как всем остальным. Вот это мне нравится очень. Почему мы смеемся, почему смешно, непонятно. Я просто обожаю ее. Вот непонятно, почему это смешно, да. Мы, собственно, вот называем это моментами. Это момент, когда солдаты в бутылке собрали вместе с Корпиона и отцу и устроили там смертельный бой. Это же на маленьких мальчиков, конечно, здесь. Собственно, не обязательно слышать то, что они говорят, да, и так понятный. Просто парень, который играет, как правильно сказать, с танком. Это афганский солдат. И вот, собственно, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в начале, когда смотрели отрывок, который называется «Бланко». В этом есть что-то удивительное. Собственно, мой опыт работы на радио, он связан с программой, которая называется «Это американская жизнь». И у этой программы есть очень серьезная репутация, связанная с тем, что мы планируем какие-то необычные, неожиданные повороты в истории буквально каждые несколько минут. И слушатели никогда не отключаются, не перестают слушать, почти всегда прослушивают до конца эту передачу. И когда я работаю онлайн и хочу, пытаюсь создать что-то, что зрители захотят увидеть, я ищу вот эти моменты удивления, неожиданные моменты, моменты радости. Даже когда речь идет о серьезной истории. Когда мы работаем онлайн, получается, что конкуренцию нам составляют смешные видео про кошек и имейлы, которые получают наши читатели. И с Фейсбуком и вообще со всем, с любым материалом, который кто-то захочет посмотреть. Не читателями, а эти люди, извините. Собственно, нужно стараться делать две вещи. Первое – это сделать то, что наш продукт интересным и удивительным. И второе – это сразу же привлечь внимание читателей, людей, зрителей. Собственно, один из моментов, о котором меня сегодня попросили поговорить, это то, что создает сложности в такой работе. И для меня это все связано с привлечением вот этого короткого, в настоящее время внимания очень ограничено. У людей очень короткие... Продолжительность концентрации внимания. Мы сейчас говорим о продолжительности концентрации внимания. Сейчас у современного человека она очень сокращена. Это пример проекта о войне в Ираке, в котором я просто потерялась. Это гигантский проект. Здесь очень на многое можно кликнуть. Здесь видно временную вот эту развёрстку, но непонятно, что я получу, что я увижу, когда я на что-то кликну. И он продолжается просто целую вечность. Я вот сейчас ускорю его, даже вот эту прокрутку. Всё ещё, да, всё ещё продолжается. На что нажимать, да, куда идти? Собственно, я уже захотела бы вернуться, захотела бы вернуться к ИМАО. Буша видно, да. Собственно, всё как-то смешивается в кучу, и мне кажется, что нужно потратить часы, чтобы понять, о чём это вот всё. И трагедия заключается в том, что сама работа, фотографии, репортерская работа, всё это очень хорошо. Я, собственно, регулярно с этим сталкиваюсь. У пользователей просто нет времени включаться и понимать, о чём крупные, серьёзные, мультимедийные, не серьёзные с точки зрения размеров, проекты. Они просто хотят понять, о чём история. И ещё один пример из Канады. Это такой очень объёмный мультимедийный проект у людей, которые живут в многоэтажных строениях, зданиях по всему миру. Мне отправили это по e-mail у друзей и спросили, «Круто же!» И, собственно, да, я туда вошла, выбрала какие-то варианты и вот дошла до сюда и не могла понять дальше, собственно, что я здесь делаю, куда смотреть, что читать. Очень много разных квартир, на которые можно было нажать, но зачем? И когда я уже захожу в какую-то конкретную квартиру, мне неясно, где найти историю. И я попросила своих друзей, которые работают на радио, спросила, сколько времени было потрачено на этот проект. Один из них ответил, что я, собственно, не совсем понимал, зачем нужно... Почему какая из этих историй имеет значение? Зачем нужно погружаться в этот лабиринт голосов, звуков, фотографий? Собственно, второй сказал, что я остаюсь и смотрю дальше при условии, если мне сразу ясно, о чем история. Чем больше кликов нужно сделать, тем более вероятность, что я просто там дальше не буду смотреть. И многие люди говорят, что здорово в связи с мультимедией, это то, что можно нажимать везде на все, и это все интерактивно очень. Но большой секрет состоит в том, что намного важнее иметь хорошую историю. И вот именно в этой ситуации помогает ваш опыт работы на радио. Вы должны уметь рассказать историю, рассказывать историю очень быстро. Радиожурналисты всегда очень хорошо рассказывают сложные истории за короткое время. Сейчас в Нью-Йорк Таймс мы приняли решение сделать большой сложный проект. Это анимационная история, которая объясняет, каким образом банки на Уолл-Стрит всегда зарабатывают деньги, даже в ситуациях, когда проект, в который они инвестировали, он разваливается или проигрывает. Аниматоры приходят ко мне, просят меня сначала провести радийную работу. Собственно, я иду и ищу репортера и редактора, которые смогут мне рассказать эту историю. И я интервьюю, беру у них интервью, прошу прощения, так же, как я бы это сделала для радио. Я прошу, чтобы они говорили с использованием метафор, с использованием визуального, образного, извините, языка. Они объясняют мне суть истории в течение 30 минут, я ее режу до 3 минут. И у нас есть та версия, которую мы передаем аниматорам, аудиофайл, который мы передаем аниматорам. И, собственно, вот чем они пользуются, именно им они пользуются для того, чтобы создать вот эту анимацию. Это, собственно, невидимая работа, я никогда не пишу эту историю. Но поскольку я знаю, как сделать так, чтобы история работала для радио, я могу взять эту очень сложную историю, связанную с инвестициями и банками, и создать интересную историю, рассказанную нормальным человеческим языком, которую обычные люди могут понять. И я туда добавляю интересную музыку и звуки, которые вы, к сожалению, сейчас не можете слышать. И мой опыт работы на радио в качестве радиорепортера мне очень помог, когда мы делали еще один крупный проект, связанный с днем выборов. Мы взяли, собственно, истории из двух лет, созданные в течение двух лет, созданные дюжинами репортеров в течение двух лет. И мы взяли отрывки из аудиопроектов, которые мы сделали раньше, в течение года. И мы сделали документальный проект, основанный на всем, что было сделано за эти два года. И, будучи радиожурналистом, я должна была принимать решение, что было важно, а что можно вырезать. Потому что у радиорепортеров всегда намного меньше времени рассказать свои истории, чем у любых других репортеров. И, собственно, около недели я работала вместе с репортером, используя все трюки, которые я освоила, будучи радиожурналистом, чтобы создать эту историю. И отредактировать ее с использованием музыки. Это вот такие интересные способы, которыми я смогла обращаться к своим радийным навыкам для создания крупных мультимедийных проектов. Но я никогда не переставала спрашивать себя, как можно привлечь и удержать внимание людей, когда речь идет о сложной истории. Собственно, речь идет о том, как инвесторы покупают компании, каким-то образом их облагораживают, если можно так сказать, и продают их для того, чтобы получать прибыль. Собственно, история здесь конкретно, в этой истории речь идет об одной такой компании, о компании, производившей матрасы, которая была продана и куплена так много раз, собственно, 7 раз она была перепродана. И в итоге она разорилась. И такая ситуация, такая история происходила со многими компаниями до финансового кризиса. Что мы сделали? Мы создали вот эту анимацию для того, чтобы объяснить, как такие сделки вообще работают. Но мы, собственно, сконструировали это в таком формате, при котором эксперты из бизнес-сферы могут пропустить вот этот отрывок, то есть введение, скажем так, такой ликбез, если они уже это все знают. И, собственно, люди могли выстраивать сами ту историю, которую они хотят прочитать, используя, прослушивая, просматривая те главы, те отрывки, которые им были интересны. И, собственно, как и всегда в этой ситуации я использую большое число трюков, чтобы удержать интерес. Здесь вот есть Дэни-Дэ-Вито, музыка, анимация. И я надеюсь, что читатели могли хорошо понимать все то, о чем здесь говорится, даже в ситуации, если до этого им вся эта история была неинтересна и никогда не слышали раньше о такого рода сделках. И подобным образом мы стараемся максимально короткие делать отрывки для того, чтобы удержать внимание. Когда начиналось своего рода пробуждение арабского мира в недавнее время, мы провели... Мы сделали интервью с молодыми людьми в семи странах арабских. И было очень сложно, потому что было очень много видеоматериалов. И нам нужно было управлять серьезную дисциплину, чтобы использовать только самое лучшее видео и продолжительность держать короткой. Этот человек плачет, потому что он говорит, что Мамар Каддафи собственно вынудил его ненавидеть свою страну. А он хочет любить свою страну. И я повторюсь, мы вынуждены были очень короткими делать эти интервью, чтобы люди их смотрели. Еще одна техника, которой мы пользуемся, это игры. Это из истории, которая получила Пулитцеровскую премию. Наша репортер узнала о том, что отправка СМС во время вождения намного более опасна, чем вождение под действием алкогольных напитков. И мы хотели продемонстрировать людям, как опасно отправлять текстовые сообщения, СМС и одновременно вести машину. Мы создали приблизительную трассу, где загорается зеленый номер, и нужно нажимать этот номер на своей клавиатуре, чтобы проехать через открытые вороты. Если вы не попадаете в нужные вороты, то у вас баллы снимаются. И одновременно вам приходят СМСки, вот справа это видно. И вот, собственно, в этой СМСке спрашивают, вы хотите поехать в пляжный отдых или на машине где-то ездить, извините. Если бы я выбрала одно из этих слов, ответила пляж, сообщение отправляется мое, мне приходят новые сообщения, в августе или в сентябре вы хотите поехать в отпуск. И мы привлекли к работе над этой игрой ученых, для того, чтобы максимально реалистично отражать реальную ситуацию, жизненную, концентрация внимания и то, как человек отвлекается. Собственно, это своего рода проект на острие современного развития мультимедиа и мы стараемся доносить информацию с использованием игр. А теперь очень веселая часть. Сейчас такая ситуация складывается, когда серьезные очень истории, они веселым образом обыгрываются. мы знаем, что не все выйдут на веб-сайт и прочтут статью о чем-то очень серьезной, о какой-то серьезной теме. но они могут посмотреть какое-то веселое музыкальное видео, если их друг разместил ссылку на него у себя в фейсбук. Существует очень серьезный репортаж, скажем так, сюжет, сделанный организацией называется ProPublica. Это ссылка к латыни, где говорится в общественных интересах. Это расследовательская журналистика, как это называется. Вот в общем, такого рода сюжет, и он посвящен финансовому кризису. И они вместе с одним радио-шоу в партнерстве создали вот такую песню. И она называется «Отдел эти ставки против американской мечты». мы посмотрим сейчас. Это продвийские актеры и певцы, которых наняли для того, чтобы сделать записать это видео. Музыкантов также привлекли. давайте я коротко расскажу. Смысл в том, что здесь рассказывается о шагах, каким образом произошел, был результатом чего стал финансовый кризис. Это то, что необеспеченные различного рода ресурсы, токсичные, как их сейчас называют, как они вводились в экономику. И это собственно поется очень все это перечислено по шагам. Да, это такая веселая достаточно получилась история. причина, по которой это делается в таком формате, исходя из надежды в том, что многие люди друг с другом поделятся этим видео онлайн, и оно станет то, что мы сейчас называем вирусным видео. и они надеются, что люди обратятся к этой истории, прочтут ее в печатном виде, где-то в электронном виде, либо поменьше менее просто поймут, о чем идет речь. И, собственно, на последней странице видео говорится, куда нужно идти онлайн, чтобы прослушать полную историю и прочитать ее. еще один пример это видео, которое было сделано на ютубе. И оно о негативном влиянии, которое добыча газа имеет. Добыча газа. И это называется гидроразрыв пласта. очень серьезная история, но они привлекли к работе над ней студентов с факультета журналистики, которые сделали потом вот это музыкальное видео. Я коротко расскажу о чем. Речь идет о гидроразрыве пласта. Для этого используется гель из химикатов очень серьезных, который теоретически по словам компании в воду не попадает в питьевую, а в реальности попадает. Сейчас есть в США несколько населенных пунктов, где воду из-под крана можно поджечь буквально спичкой или зажигалкой, потому что так много токсичных химикатов попало воду. питьевую, 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 ах и б Возможно, по-другому люди бы внимания не обратили. Собственно, на данный момент конкуренция, с которой мы работаем, это конкуренция не с другими газетами, а конкуренция по привлечению внимания, скажем так. И вот такие инструменты, они работают для того, чтобы привлечь внимание. И вот все эти примеры, они могут быть необычными, странными или вдохновляющими. Я бы хотела закончить на одной важной мыслью. Несмотря на все трюки, которыми мы можем пользоваться, чтобы привлекать внимание читателей, зрителей, нет ничего более надежного для привлечения внимания, как хорошая настоящая история. И я бы хотела завершить мультимедийный, одно из самых моих любимых мультимедийных слайд-шоу, которое тоже было сделано Лиз Бейлин, представляющей Лос-Анджелес Таймс. И это не просто фотографии и аудио, они сочетаются для того, чтобы очень особую историю передать. Эдвин Шнайдман родился 13 мая 2018 года в Нью-Йорке, штат Пенсильбаня. Я был сегодня опечален тем, о чем вы не смогли, не могли знать. И даже вздрогнул, увидев, как разрушается статуя. Я не видел ее несколько месяцев, и вдруг неожиданно она начала разваливаться на части. И это парадигма меня самого. Я это та старая статуя. У меня 90 лет. Я не думаю, что доживу до 95, 94. Не думаю, что доживу до 91 года. Я был расстроен тем, что доехал живым до реанимации. Я даже заплакал там от разочарования. Вот черт. Это было идеальное время для смерти. Я считаю, что уже хватит. Еврей — это человек, которого оскорбляют антисемитские заявления. Я именно такой еврей. Который признает, что существует сильнейшее желание как-то продолжать существовать. Пережить самого себя. И мы придумываем жизнь после смерти. И большинство, множество богов. И полу богов. И святых. Весь этот пантеон. Это такая ничем не оправданная чепуха. После запуска спутника мы посмотрели на небеса. И мы увидели там мусор и осколки, летающие в открытом пространстве. Нет духа или души. Я умру. Бейте это в свою тупую башку. Я умру. Да, я живу в моих детях, в кавычках, в моих ДНК, в моих книгах, в моей репутации. Вот так все просто. Спасибо большое за ваше внимание. Вопросы сейчас можно послушать. Спасибо. У меня два технических вопроса. Первый. С помощью каких средств вы создаете подобные мультимедиа? Сколько времени занимает это? Какие специалисты над этим работают? То есть это кто-то отдельно делает или это делает непосредственно тот журналист, тот фотограф, который это снимает? Первый вопрос был про инструменты, да? А второй вопрос получается... Программа, какой программ она обеспечит, технические средства, что из этого используется? Мы называем программу, которая называется Sound Slides. Она доступна для PC и Mac, и есть демо-версия, которую мы можем использовать. Собственно, она работает и на Mac, и на немаке. И, собственно, есть демо-вариант, которым можно просто воспользоваться, чтобы посмотреть. И кто это делает в конечном итоге? То есть есть журналист, который делает звук, есть кто делает, допустим, фото, кто это собирает воедино? Есть продюсер в офисе, который работает и с фотографом, и с репортером для того, чтобы все отобрать. Для нас всегда важно получать мнение того репортера, который является непосредственным автором первичного материала при принятии решений. Но очень немало есть вообще людей, которые могут все сами самостоятельно сделать, поэтому работает команда. И второй вопрос. Формат, конечный формат видео, который попадает на сайт, то есть что это за файл? Flash, AV, MP, и так далее. It used to be Flash. Раньше был Flash. But we've now convert all of our audio slideshows to video. Сейчас все конвертирует в видео. Like, yeah, the video, I mean, an MOV file, or... M-V, M-V, W, M-V, 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 M-V. Move, okay. Because, for two reasons. One, the audience does not know what an audio slideshow is. По двум причинам. Первая причина — аудитория, как правило, не знает, что собой представляет аудио-слайд-шоу. Они видят вот такие аудио-слайд-шоу и говорят, что очень хорошее видео. И для нас это важно. Мы, собственно, коммерческая организация, и мы можем размещать рекламу в формате, вот этом видеоформате, во флэше ее нельзя вставить. И видео работает на всех устройствах, на планшетных компьютерах и так далее и тому подобное, а флэш не всегда работает. Средний размер финального файла в килобайт какой получается? По-разному. Зависит от качества фотографий, которые мы прочитаем. Моно или стерео. Очень по-разному и, соответственно, от продолжительности. Спасибо. Спасибо. Вопросы? О, нет ли в Нью-Йорк Таймс разговор о том, чтобы полностью идти в интернет и забросить печатную печатную? Пока планов прекратить выпуск газеты нет, деньги зарабатывает газета хорошая. Одна из идей, о том, что возможно произойдет через 20 лет, газета станет очень дорогим продуктом категории люкс для тех людей, которые будут все еще хотеть ее покупать. Мы не знаем, пока сейчас все хорошо. А героев для ваших материалов, вы чаще находите сами или они к вам обращаются? Иногда в связи с мультимедиа, продюсер мультимедиа хочет сделать какую-то конкретную историю. Более часто происходит то, что история связана с чем-то, что уже выходит в газете, какая-то история, которая пройдет в газете, в печатном издании. Сейчас часть моей работы сейчас просматривает то, что будет выходить в газете и отбирать то, что будет выгодно смотреться, скажем так, в мультимедиа. И вот как с человеком, у которого вес большой был, нет ли у них каких-то комплексов, не стесняются ли они говорить или наоборот просят чего-то там, не давать в печать. Я не могу сказать точно по этому проекту, потому что его делали в Лос-Анджелес Таймс. Я могу сказать то, как мы работаем. Если я записываю какое-то интервью и кто-то меня просит включить запись, я это делаю. Но когда я уже собрала какой-то конкретный материал, это все мое решение полностью. Я не согласовываю, не получаю одобрения у героя. Я просто к тому, что мне приходится ли быть психологом, чтобы убеждать человека, что если он свои проблемы расскажет, то, может быть, на него обратить внимание и помогут. Психологом быть не обязательно, но нужно проявлять симпатию. Собственно, хорошие фотографы это хорошо знают, связано все это с тем, как создать комфортную атмосферу в общении между вами и героем ваших снимков и ваших фотографов. Я всегда в самом начале объясняю четко герою, что именно я делаю. Я говорю, что я буду запись вести целый день, но использую в итоге три минуты. Чтобы это было честно и открыто, и они понимали, какой процесс я использую. Спасибо большое. Очень интересное выступление. Это очень похоже на такое сближение журналистики и искусства. У меня очень интересно, как велика команда. Один мультимедиапродюсер есть в «Нью-Йорк Таймс» или это несколько команд? Какова структура? Сколько у вас? Спасибо. Много у нас. Даже стыдно признаваться. 50 веб-продюсеров. Состоящие из 8 человек мультимедийная команда, они все являются специалистами. Аниматоры, программисты, продюсеры аудио. Из 20 человек состоит видеокоманда. Из 10 человек команда, занимающаяся базой данных, программированием. И более 20 человек, которые занимаются производством графики. Собственно, много для нас. Спасибо. Еще один вопрос с точки зрения окупаемости. Инвестиции в ваш мультимедий департамент. Они приносят какой-то эффект или субсидируются за счет газет? На веб-сайте своя собственная реклама. И несмотря на то, что доходы от рекламы в печатном издании, размещаемой, упали, как, собственно, это типичная ситуация в США сейчас. А доходы от рекламы на веб-сайте выросли. В марте мы запустили новый большой эксперимент. Все могут приходить на стартовую страницу нашего веб-сайта, на домашнюю страницу бесплатно. Но если вы прочитываете более 20 статей, мы просим вас оплачивать онлайн подписку раз в месяц. 20 в день или 20 в месяц? 20 в месяц. И артисты в месяц? 20 в месяц? 20 в месяц? 20 в месяц. И после этого оплата запрашивается. И все на нас очень внимательно сейчас смотрят в США, чтобы видеть, что же в итоге получится. Пока все в порядке. Мы потеряли часть трафика на сайте, но сейчас у нас есть уже более 100 тысяч подписчиков сайта. Спасибо. И последний вопрос. Вот вы говорили про авангардный жанр, про способ рассказать историю с помощью игры. Это очень интересно. Могли бы вы подробнее рассказать, насколько вы продлинулись, как много людей этим занимается? Спасибо. Пока 4 игры было создано. И наш редактор мультимедиа очень заинтересован в том, чтобы производить больше таких игр. Это сфера, с которой мы очень активно работаем. И одна из идей, с которой мы работаем, скажем так, это бюджетные кризисы в малых городах. И, собственно, мы думали о такой игре, где пользователи могут принимать решение о том, каким образом сокращать бюджеты, скажем так. Какие общественные службы и сервисы будут прекращены, а какие нет. Но это все полностью является экспериментальным. И, собственно, как с другими мультимедийными вещами, которые вы сегодня видели, мы не поймем, работает ли это, пока мы не сделаем много таких историй. Я надеюсь, что у нас однажды будет такая же успешная игра, как передвижной фотографии с цунами. Есть еще вопросы? Еще вопросы? Спасибо большое. Спасибо.